Новый многоквартирный жилой дом для сирот. В Хандыге ключи от квартир получили сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Это уже второй дом в поселке, возведенный по программе обеспечения жильем детей-сирот. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. В Хандыге состоялось открытие многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это уже второй дом в райцентре Тампонского Улуса, возведенный по программе обеспечения жильем детей-сирот. Новый двухэтажный деревянный дом по улице Молодежная, общей площадью 232 квадратных метра, был построен в течение года. В этот долгожданный день разделить радость новоселов пришли министр здравоохранения республики Михаил Хлопков, глава района Георгий Герасимов и его первый заместитель Иван Афанасьев, мэр Хандиги Михаил Алексеев, представители строительной фирмы «Атлант» и, конечно же, сами виновники торжества. Это уже шестеро семейных молодых людей. Четверо из них из оленеводческого села Тополина и двое из поселка Хандига и села Крестхальжай. Жилая площадью 118 квадратных метров, сумма освоенная нашим подрядчиком 14 миллионов 60 тысяч 280 рублей. Я надеюсь, что этот дом будет теплым, светлым, уютным. По плану в доме шесть квартир, все однокомнатные. Площадь каждой около 42 квадратных метров. В квартирах предусмотрены светлые кухни, просторные комнаты, совмещенные санузлы, приборы учета. Многодетная семья Погодаевых воспитывает троих малышей. Они пришли на праздник всей семьей. Молодая мама Татьяны говорит, что целых три года ждали своей квартиры. Сейчас они проживают в селе Тополинае, но как подрастут дети, собираются переехать в Хандигу. Сегодня мы только с города приехали, и вот уже с корабля на бал, сразу в свою квартиру. Ну будем устраиваться, устраивать квартиру потихоньку. Квартиру дождались, остальное мелочь. Ребята очень довольны, что наконец-то появилась крыша над головой. А большой двор и детская игровая площадка – это только бонусы к такому большому подарку от государства. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандига.